Другу был день рождения. Они шли из домов. Ой, мне плохо даже говорить. Он показывает место трагедии. Борис живет в доме, откуда и упала глыба льда, убившая мальчика. ЧП произошло на улице Азина днем 23 января. Подростки шли по тропинке, которой обычно дети ходят в школу. Когда ребенок умер, вечером я после работы в 12 часов ночи прошел и тоже осмотрелся. Где, к чему? Глыбы-то в этом же козырьках-то стояли, а с крыши, значит, получается упал. Кровля пятиэтажки называется мягкой. Согласно нормам, полностью чистить ее не надо. Достаточно убрать снег по периметру, сбив сосульки. Эксперты склоняются к версии, что глыба льда, скорее всего, упала именно с козырька балкона. В этом случае отвечать будут те, кто его самовольно установил. В следственном комитете возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика в результате падения. Раз они установили их самовольно, то, соответственно, они к общему имуществу многоквартирного дома не относятся. И управляющей компании нет обязанности надлежащим образом их содержать. То есть это обязанность у собственника. Таким образом, прежде всего, ответственность лежит на каждом собственнике. Вот у кого установлены такие козырьки, если такие случаи, к сожалению, происходят. Но даже если в этом случае окажутся виновными хозяева балкона с незаконно установленным козырьком, то в Саратове хватает других опасных домов. И там громадные сосульки свисают прямо с неочищенных крыш, под которыми продолжают ходить люди, так как другой дороги нет. За минувшие выходные в Саратове произошло сразу четыре случая, когда от падения снега и наледи с крыш пострадали люди. Но сезон травмоопасный только начинается. Обычно именно в феврале и марте происходят подобные трагедии. И вот два года назад выдалась самая страшная зима, когда сразу семь саратовцев погибли от падения наледи с крыши. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.